Требую парламентскую республику вернуть сворованные 200 миллиардов долларов США в бюджет страны. И третье. Требую свободу всем политическим заключенным. Я запускаю новый вирус под названием требую вместо коронавируса. Обращаюсь к фейсбук друзьям, именно к вам друзья. Чтобы сменить власть мирным путем нужна массовость людей. Массовости у нас нету. Видео челленджи, обращения, прямые эфиры, это все хорошо. Но охват очень узкий. В социальных сетях максимум 500 тысяч активных юзеров. Мы варимся в своем котле. Вы посмотрите в фейсбуке, мы комментируем друг друга и всех знаем друг друга практически на лицо. Лайкают, постят одни и те же лица. Например, эфиры в МК в прямом эфире смотрят полторы-две тысячи человек. На канал 1612 подписано всего лишь 520 тысяч человек. Этого мало, можно сказать, даже недостаточно. А что будет, если власти отключат интернет? То есть я предлагаю агрессивную агитацию оффлайн. Агрессивную агитацию на улицах, снаружи, за пределами этого компьютера и соцсетей. Из 18 миллионов населения, активно работающих граждан, 5-6 миллионов человек. Это и есть наши клиенты, которых мы должны вовлечь в гражданское общество. Каким образом? Первое. Требую парламентскую республику вернуть сворованные 200 миллиардов долларов свободу политическим заключенным. Вот три вот этих три слогана вы говорите каждому незнакомцу. Родственнику, коллеге при встрече. Например, вышли на улицу, увидели соседа. Сказали эти три слогана, потом поздоровались, дальше разговариваете о своих темах. Зашли в автобус, кондуктору произнесите три слогана. Дальше продолжаете житейские разговоры. Зашли в магазин. Перед тем, как что-то купить, произнесли вот эти три слогана. И дальше покупаете хлеб и идете по своим делам. Не надо дальше что-то разъяснять, объяснять. Просто произнесите три слова и пошли дальше по своим делам. Произнеси три этих слогана и пошли дальше по своим делам. Почему именно эти три слогана? Парламентская республика, это понятно для нас, но для обывателя мы должны объяснить, что парламентская республика это форма правления, при которой вся власть не будет принадлежать одному человеку, как сейчас Назарбаеву. И это народ должен понять. Второе, почему вернуть 200 миллиардов долларов США? Это очень приятная для уха любого гражданина информация. 200 миллиардов нам на самом деле нужны для строительства новой страны, для строительства дорог, больниц и экономики в целом. И третье, свободу политическим заключенным. Ну, здесь все понятно. Если есть политические заключенные в стране, то мы не можем себя считать свободной страной. Один за всех и все за одного. Если вдруг вам некомфортно произносить первому встречному или вашим родственникам вот эти три слогана, то делайте вот такие вот маленькие бумажки и на них делайте надписи. Требую, ну здесь немножко наоборот, парламентскую республику вернуть 200 миллиардов долларов и свободу политическим заключенным. Три слогана, только три слогана. И раздавайте их. Зашли в автобус, отдали рядом стоящему пассажиру. Зашли в магазин, отдали. Стоите где-то в очереди, передали эту бумажку. И так далее. Вы распространяете вирус под названием требую с этими тремя слоганами. В режиме офлайн на улице. Если и это вам делать некомфортно, второе, некомфортно раздавать такие маленькие бумажки, то есть еще один вариант. Это сделать бейдж. Вот такой вот бейдж с тремя фразами. И повесить у себя на одежде. И выходить на улицу. Перед тем, как выйти на улицу, естественно, повесили вот так вот. Это знаете, как раньше были значки такие. Хочешь похудеть, спроси меня как. Вот таким образом вы сделаете бейдж. И здесь напишите требую парламентскую республику вернуть 200 миллиардов долларов США и третья свободу политическим заключенным. Эти три вы пишите себе на бейджи и выходите на улицу. Это очень просто. То есть для чего все это делается? Первое. Вы тем самым, вот этими тремя слоганами, вы агитируете народ. Помните, что в соцсетях всего лишь 520-600 тысяч человек. Это очень мало. Нам нужно сагитировать 5-6 миллионов человек. Это и есть основная наша задача. Воспитание гражданского общества. Нужно выходить за пределы Фейсбука, за пределы соцсетей, Ютьюба, потому что не у всех есть доступ к Фейсбуку, к Ютьюбу. Нам нужно этим заниматься пропагандой, агитацией этих демократических идей. И второе, что мы добиваемся. То есть приближается час икс, люди, народ недовольны властью. А кто ими доволен? И нам даже не нужно критиковать власть. Все, что бы они ни делали, они все делают для ухудшения ситуации. Это у них природа такая, они катятся вниз к пропасти. Так вот, когда возникнет час икс, когда люди будут недовольны, массово будут выходить, люди должны выходить с определенной установленной программой в голове. Это очень важно. То есть они должны выходить с идеями парламентской республики, возврата 200 миллиардов долларов и третья, свободу политических заключенных. Политическим заключенным. Чтобы когда люди выходили, их какие-нибудь проходимцы не отвлекли в сторону. Типа халифат построить, либо еще одного президента. То есть люди ментально должны выходить с определенной ментальной установкой в голове. И вот этим самым, вот этим вирусом оффлайн на улице, не здесь в соцсетях, а оффлайн на улице, мы будем готовить людей к часу икс. И вот этим вирусом оффлайн на улице, 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 Когда будете распространять эту идею, обязательно делайте это с улыбкой. Буын 25-й наурус. Аллах Азастан.